В эфире телеканала ЖТСУ Новости. В студии работает Тайнор Мирханова. 112 преступлений в отношении несовершеннолетних зарегистрировано в Алматинской области с начала текущего года. Это на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество преступлений выявлено в Вилийском, Жамбылском, Искельдинском и Уйгурском районах. Против половой неприкосновенности совершено 62 преступления. И хотя это также меньше прошлогодних показателей, самым главным пугающим обстоятельством является тот факт, что в большинстве случаев насильниками являются близкие люди или, что еще страшнее, сами родители. По видам совершенных преступлений у нас совершено 20 изнасилований, 11 насильственных действий сексуального характера, 29 половых сношений с лицом недостигшим 16-летнего возраста и 2 факта развращения. Проведенный анализ преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних, показал, что в основном они совершаются людьми из близкого окружения потерпевшего. То есть знакомыми у нас 47, родственниками 7, отчимами 2, отцами 6. Это лица, которым потерпевшие доверяют и не ожидают от них насилия. Почти в два раза выросло количество административных правонарушений в Алматинской области. С начала текущего года зарегистрировано 186 тысяч фактов. В числе нарушений мелкое хулиганство, нарушение тишины, распитие спиртных напитков в общественных и торговля в неустановленных местах. Общая сумма штрафов составила 1,5 миллиарда тенге. По семейно-бытовому насилию рассмотрено 1830 дел и к уголовной ответственности привлечено 58 человек. Работа ведется слабо, заявил первый заместитель Акима Алматинской области. Лизат Турлашев поручил ответственным органам разработать новые механизмы для решения проблемы. «Молодежь вечерами ходит по улице, нарушает карантин. Возьмите этот вопрос на особый контроль. По семейно-бытовому насилию и мелкому хулиганству также необходимо отработать. Кроме того, усильте работу по сокращению фактов насилия против детей. Поручаю Акимам районов, где наблюдается наибольшее количество случаев, предпринять должные меры. Необходимо в школах проводить классные часы, беседы с родителями, усилить работу психологов». Засушливое лето – двойная головная боль фермеров. Урожай гибнет под палящим солнцем, а в период вызревания зерновых рискует выгореть дотла. Во избежание пожаров департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с пожарной частью номер 7 Жамбылского района проводят рейдовые мероприятия на полях. Подробнее в материале нашего корреспондента. В крестьянском хозяйстве Балашак началась жатва. Самый пожароопасный период. Непотушенные окурок или искра от неисправной техники могут не только свести к нулю результаты колоссального труда, но и угрожать жизни и здоровью тружеников полей. Сотрудники противопожарной службы работают на опережение. Проводят рейды, проверяют наличие огнетушителей в уборочной технике и рассказывают, как правильно действовать в случае пожара. Также отдел по чрезвычайным ситуациям призвал руководителей крестьянских хозяйств провести опашки шириной в 2 метра вокруг своих пассивных полей во избежание возгорания больших площадей. На сегодняшний день на территории Жамбулского района зарегистрировано 38 случаев загорания сухой травы с общей площадью 241 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество загораний уменьшилось на 29 случаев. Также идет уменьшение площади загорания на 314 гектаров. В целях профилактики отделом по чрезвычайным ситуациям в Жамбулском районе созданы 4 мобильные группы, которыми проведено 36 рейдовых мероприятий на пассивных полях. Также регулярно проводятся беседы с руководителями крестьянских хозяйств. Агитационно-профилактическая работа в районе будет продолжена и в осенний период. Дополнили в отделе по чрезвычайным ситуациям. Аделья Кжаргенова, Ерболат Антелов, телеканал ЖИЦУ. Без вины виноваты. По стечению обстоятельств подрядной организации, проводящей текущий ремонт на улице Кунаева, стали заложниками ситуации. Пока одна стройбригада не выполнит свои обязательства, вторая не сможет приступить к асфальтированию дороги. Однако неудобства из-за этого терпят водители и пешеходы. Когда будет сдан злополучный участок дороги, узнавали наши корреспонденты. С апреля месяца вся дорога в разбитом состоянии. Не то, что людям ходить, машинам неудобно проезжать через эти ямы. Я не знаю, кто отвечает за это, но поскорее бы уже отремонтировали эту улицу. Больше трёх месяцев эта дорога в разбитом состоянии. Тут бордюры меняли. Для чего? Вы, например, не по бордюру же передвигаетесь. Лучше уж дорогу побыстрее сделали бы. На данном участке дороги по улице Кунаева параллельные работы ведут сразу две организации. Ещё в апреле ТОО «Гордорстрой» начал замену бордюров. В разгар рабочего процесса к ним присоединилась ТОО «ПСК Гранд Центр», занявшийся модернизацией орычных лотков. Вследствие чего первый подрядчик был вынужден приостановить работы. Мы дальше второй квартал начали делать, а здесь работы пока приостановлены. Вот на этом участке, как только они закончат прокладку орычных лотков, мы готовы в любой день. Если они сейчас остановят работу по лоткам, мы завтра можем, послезавтра можем начать работу здесь. У нас здесь всё готово. У нас только подготовить основание и положить асфальтобетон осталось вот на этом участке. Общая сумма, выделенная на реконструкцию орычных сетей областного центра, составляет 736 миллионов тенге. Их длина более 37 километров. Всего 57 участков. По плану полная замена завершится к февралю следующего года. В этот список входит и орычная система улицы Кунаева. По проекту на улице Кунаева подлежат замене около полутора тысяч метров орычной сети. На сегодняшний день замена руков идёт к завершению. Сейчас ведутся только восстановительные работы. Почему процесс затянулся по времени? Из-за того, что пришлось выкорчевывать корни деревьев. А также встречались телекоммуникационные линии, кабели электросетей. Но в основном работы идут согласно плану. К началу следующей недели городорустрой уже может приступить к своим обязанностям. Касательно асфальтирования данной улицы от Желтовсан до Алматинской трассы. Это протяжённость более 2 километра. Сумма по контракту составляет свыше 280 миллионов тенге. Данный проект мы по плану завершим до конца октября месяца. Мы хотели бы заверить всех горожан, что в ближайшее время, то есть со следующей недели мы уже начнём асфальтирование данной улицы. И, конечно, постараемся её выполнить в срок до конца октября месяца полностью мы это завершим. По заверению представителей Акимата, новое асфальтовое покрытие начнут укладывать уже со следующей недели. Гульмира Тимиргалиева, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. На радость людям в моногороде Тикеле в Парке Победы установили 67 опор освещения. Особенность их в том, что заряжаются они от солнечного света. И включаются исключительно тогда, когда стемнеет автоматически. Это пятый проект, реализованный в рамках программы «Дорожная карта занятости». На его реализацию выделено 18 миллионов тенге. Трудоустроено через центр занятости 13 местных жителей. Отмечу, это не единственное преображение Тикеле по АДКЗ. По программе в городе реализуются ещё 13 проектов. На эти цели выделен 1 миллиард 837 миллионов тенге. Ранее на Центральной площади установили флаг-шток с государственным флагом Республики Казахстан. Жители города очень радостные, довольные. Почему? Потому что это самое любимое место горожан города Тикеле. Это набережная реки Каратал. Постоянно здесь люди гуляют. Молодые с детьми гуляют, пожилые гуляют. Люди здесь ходят. Скандинавская ходьба я часто вижу. Единственная просьба, я хочу воспользоваться вашим экраном. И хочу обратиться к жителям города, чтобы они бережно относились, чтобы вандалов всё это не ломали, не крушили. Это делается для вас, для горожан. Мы здесь каждый день до обеда ходим километров 10-12, после обеда километров 10. Здесь по набережной прогуливаемся. И я хочу сказать, что благодаря Акиму, который для нас всё делает, для благоустройства города всё делает, и хочу его поблагодарить. И город у нас с каждым годом всё краше, всё уютнее становится. Потому что Аким, мы именно благодаря его усилиям, вот это нам так здесь уютно жить, комфортно здесь. На этом у меня пока всё. А мы встретимся с вами на нашем телеканале в 21.30. Редактор субтитров А.Сёмкин